С вами Техническая Среда, я и ведущий Геннадий Эмелькин. На автомобилях платформы B0, такие как Renault Logan, Renault Sandero, Nissan Almera, со временем появляется неприятный скрип в задних тормозных механизмах. Сейчас я покажу, как избавиться от этого недостатка. Для этого нам потребуется вороток, чтобы открутить гайку крепления ступичного узла, и головка. В зависимости от того, какой автомобиль в нашем распоряжении, нам потребуется либо головка на 36, если это Nissan Almera, либо на 30, если это Logan или Sandero. Итак, приступим. Для того, чтобы добраться до источника скрипа, сначала снимаем заднее колесо. Далее мы снимаем тормозной барабан. Для снятия тормозного барабана нам надо открутить центральную гайку, которая прикрыта вот этим защитным колпачочком с помощью зубила. И молоточком мы его сдвигаем. Соответственно, проворачиваем барабан и равномерно взбиваем колпачок. Далее головкой на 36 отворачиваем гайку крепления барабана. Момент тут приличный. Кстати, на автомобилях соплатформенных гайка может быть и поменьше. Например, на том же самом Logan там используется гаечка на 30 мм. Так что учитывайте. Снимаем барабан. Если он тяжело идёт, поддеваем его отвертчикой. Так, вроде, вот пока каких-либо затруднений он не вызывает. Вот мы сняли барабан. И вот сейчас мы видим место контакта колодки с тормозным щитом. Прямо такое ржавое местечко. Это следы потертости. В этом месте колодка трётся о тормозной щит. И раздаётся такое неприятное поскрипывание. Чтобы добраться до места потертости колодки, мы снимаем фиксатор. Нажимаем, сдавливаем пружину и проворачиваем шайбу. Отводим колодку. И вот проверяем. Вот мы видим два места потертости. Мы их сейчас зачистим. И смажем консистентной смазкой. Смазываем места контакта консистентной смазкой. Аналогично снимаем фиксатор с другой колодки. Также отводим колодку. Чистим площадочки. И смазываем консистентной смазкой. Пружина очень жёсткая, поэтому удобнее сдавливать пассатижами. Зажимаю шайбочку и надавливаю на пружину. Одновременно совмещаем прорезь фиксатора. Продолжение следует...